Да, значит, про что рассказывал? Да, я к тому, что вообще интеллектуальное меньшинство – это нормально. Можем ли мы все быть интеллектуальным меньшинством? Вот если создать какие-то гипотетические условия и посчитать, что все могут быть. Я вам должен сказать, что нет. К сожалению, нельзя всем. Нет, ну даже если бы мы все создали, все равно. Какие возникнут проблемы? Проблема первая. Понимаете, все, что интеллектуальное, это все сложносочиненное. Любой вы возьмете интеллектуальный продукт, вы посмотрите и увидите, что он сложносочиненный. Там много всего внутри. Даже если это художественное произведение, там много всего внутри запихано. Если вы возьмете книгу, там много всего внутри. Вы можете взять Дарью Донцову. Там много всего запихано, но оно не структурировано. Там началось этот, как его, описание. Как бы сказать, что вижу, то пою. И заканчивается так же. Никакого нет. Сериалы все снимаются. Ну вот это все. Одни и те же все сюжеты. Все продумано, прописано, структурировано. Восемь вариантов. Все сняли. Все смотрите. Значит, все интеллектуально сложно организованное. Там много внутри связей. Там много внутри функциональности. И для того, чтобы вникнуть в эти сложные отношения элементов, нужно усилие. Понимаете? Нужно просто приложить силу. Это вот как, если вы себе представите, какой-нибудь уран там, 200 и какой-то, 10, не знаю. И вы же, вот чтобы он это, надо же его вдалить по нему. Ловлюте. И там сразу все эти связи, так сказать, приходят в некоторое движение. И устраивают нам праздник, так сказать. Фейерверк. Вот. Значит, для того, чтобы обнаружить эту сложность, необходимо применить усилие. Ну, это простое. Вот классическая музыка. Почему все слушают вот это вот про мужчину, который от хотёрова хотят сына? Или что-то там ещё гоп-стоп. Я ещё это плохо соображаю в этой музыке. Миллион алых роз вот есть и так далее. Почему все слушают её? Она же популярная, массовая. Почему? Она простая. Да? Потому что если вы возьмёте классическую музыку, то в некоторых случаях вообще непонятно, есть ли там музыка. Я вам серьёзно говорю. Да вот. Значит, почему? Потому что для того, чтобы ваша слуховая кора научилась собирать такое количество нот в мелодию, это сложно. Потому что мы когда рождаемся, нам учат мелодия такая. Ули-ули, да? И мы так учим её. Ули-ули, мы так постепенно. Потом первые песенки. Шаинский. Раз ступенька, два ступенька будет. Да? Вот. От улыбки день светлей. Да вот. Скакал кузнечик. Ну, как бы всё. И дальше усложняется. Хочу мужчину, от него сына и миллион алых роз. Вот, собственно, весь основной спектр, так сказать. Да вот. А дальше начинаются все. Прокофьев пошёл там. И всё. Вот. Да. Значит, соответственно, вот это сложное требует усилий. Мозгу нужно собрать кучу связей и увидеть эту сложность. И только после этого, когда он соберёт этот сложный объект, он получит впечатление. Я вам рассказываю, почему не все могут быть интеллектуальными меньшинствами. Потому что просто есть куча людей, у которых нету достаточного внутреннего запаса психа. Я не преувеличиваю. Психа. Ну, такое. Ух! Да? Чтобы куда-то вот это начать прикладывать усилия. Нужно иметь шило. Инклюзивно включённое, так сказать, в организм, в нужное место. Вот. Значит, есть огромное количество людей, у которых просто шила нету. Ну, вот. И оно так, ну, как бы, они тоже нормальные люди. Вот. Они страдают, переживают, там ещё что-то. Но всё это без шила. То есть они в какой-то момент находят место, успокаиваются, дальше снова опять влезают в какую-нибудь муть. Снова драматизируются, снова влезают, ну, вылезают, влезают. И вот у них нормально. Вот. И что? Вот. Вторая вещь. Уже сложнее понять. Значит, она связана с тем, с важной вещью. Ну, вы все читали в «Красной таблетке», кто-то уже проходил, кому-то ещё предстоит пройти. Метасознание. Что такое метасознание? Значит, вот мы являемся свидетелями с вами. Мы свидетельствуем свой психический процесс. В нашем мозге варится куча всякой мутии. Вот. Она туда попала, её в голову надуло. У каждого своё надутие, инфлиенция. И оно варится. Значит, у нас внутри, под этим горшочком, значит, ретикулярная формация, которая постоянно выделяет психическую энергию, такие клетки-плейсмекеры. А снаружи, значит, вот что надуло. Ну, где вы, в какой культуре воспитались, кто у вас там, в вашей референтной группе. Потому что у всех у нас были какие-то авторитеты, на которых мы как-то... А не каждый из них был со своими интересами, там, и так далее. И мы, соответственно, всё это как-то в себя впитали, наварили, и, значит, производим всю эту варку. И этот процесс с нами никак не связанный. То, что вы себе думаете в голове, значит, это не потому, что вы решили. Но вы про что думаете? Как вы выходные проведёте, да? Как на работе что поделаете, там, что с семьёй сделаете, что вне семьи сделаете, и так далее. Ну, вот ваши рассуждения-то они какие. Магазин пойдёте, купите себе что-нибудь, да? Про это же думаете? Вот. Это вы что, специально подумаю сейчас о работе? Ну, вот про работу, наверное, да. А всё остальное, оно там само выживарится, да? А вы свидетельствуете. Ваше сознание говорит, кстати, а сейчас я думаю о работе. Или о чём-то другом, более фривольном. Значит, соответственно, вы просто свидетельствуете свой интеллектуальный процесс. Но вы думаете, что это вы и думаете. Понимаете? У нас интуитивно мы находимся в конструкции, что вот то, что мы думаем, это и есть наши мысли. На самом деле наши мысли порождены работой психического аппарата. И эти мысли о том, что мы думаем, тоже порождены. И они вторичны. То есть сначала мозг порождает мысль. Выгодский говорил, облака мысли, гонимые ветрами мотивов, да? А потом он их обозначает для вас. Проливаются дождём слов. То есть сначала вы что-то придумаете, удумаете себе, потом начнёте формулировать и ещё так сформулировать, чтобы это соответствовало всем вашим... Вот вы ночь устаёте и думаете, что надо пожрать, пойти в холодильник. И вы говорите, нет, я не пойду пожрать в холодильник. Я на диете сижу. В таком вдруг вы стоите у холодильника. И так открываете его и думаете, ну тут, наверное, есть-то нечего. И потом вдруг ест, едите что-то, там какую-нибудь наворачиваете в мороженку. И в этот момент думаете, ну в конце концов уже следующий день. Ну так если разобраться, да? Ну я следующий день буду меньше. Всё, это не сожру. Ну в следующий раз вы найдёте следующие. Там всё согласуется, да? И мы только свидетельствуем свой психический аппарат. Что такое мета-сознание? Это очень высокий уровень абстракции. В чём его высота? Вы должны сначала подумать, что то, что вы думаете, является ерундой. Ну когда вот вы ругаетесь, да? Вы же считаете, что вы говорите очень умные вещи. Согласитесь, да? В ругании. Ну там, выясняя отношения. Ну это вы просто кладезь, так интеллекта. Вот. Надо понять, что это просто глупость. Это мозг сейчас производит, потому что вы вступили в вербальную драку, которая ещё не переросла в супружеское самоубийство, да? Значит, надо понять, что это глупость. Это первое. Второе. Вы должны понять, что вообще есть универсальные механизмы поведения психики. Их много. От, называется, внутривидовой агрессии. Отдельные лекции, там посмотрите на ютубе. Вот. Заканчивая там, я не знаю, опять же тем, что мозг принял решение, что потребности у нас есть, и что мне нужно, чтобы меня уважали. А тут, когда на меня лают, я этого не чувствую, да? Мне нужно, чтобы мной восхищались. А тут на меня, когда говорят недовольным со мной голосом, где мое восхищение, я не понял. Вот. Значит, соответственно, это всё очень вещи такие абстрактные. Их надо надеть на себя в момент, когда вы думаете, что вы делаете правое дело, и находитесь просто уже в этом, в пике. Понимаете? Это очень высокий уровень абстракции. Ну вот, это абстракция, да? Вот, условно говоря, мужчина ругается с женой, да? Ну, она что-то ему сказала неприятное, да? Он считает, что она оскорбила его, значит, самолюбие мужское, да? А он герой. У него медаль и ещё что-нибудь. Ну, а как он думает про себя? Я думаю, знаете, сколько у меня медалей. Вот. Значит, конечно, он так думает про себя. За делом самолюбия его, да? И что она такая вообще? Она что где? Ну, мы же всё патриархальные. Что ты творишь? Мать, вот это всё, да? Какой? Иерархический инстинкт. Понимаете? Травмирован, да? Оказывается, какое-то хлипкое существо может иметь мнение. Да? Мужчине непонятно. Ему если пришёл крепкий другой и имеет мнение, так сразу... Вы понимаете, да? А что поменялось-то? Ну, ничего не поменялось. Да? На самом деле-то, если по мнениям-то, ну, как бы... Вот. Да. И это же надо понять. Это же нужно сверх этого залезть и оттуда увидеть. Контруинтуитивно отказаться от своей правоты. Отказаться от того, что то, что я думаю, является вообще какой-то ценностью. Такой какой-то, небесной, которую, значит, все должны принять. Вот. И третье. Применить на себя вот эти странные законы психологии, которые говорят нам. Дружище, ну, вот ты... Вот так вот, и вот это, и вот это. Но если этого... Нету этой способности, то дальше вы бильярдный шар. Понимаете? И вас скатит, потому что вы все время находитесь в стае, она может быть вам чужеродной. Ну, то есть, некомфортной. Но она же на вас вообще воздействует. На работу приходите, там куча обезьян. Хомо-сапиенс их вид. Домой приходите, если не один живете, там тоже какая-то обезьяна есть. Понимаете? Вот. И у нее настроение, у тебя настроение. Вы, значит, там, соответственно, как бы, так сказать, сталкиваетесь на работе, все, в транспорте. Кто-то рулит, машину ведет. Там куча обезьян соседней подрезают. Вот. И этом обезьяна оттуда только говорит все, что думает про это. Вот. Бильярдные шары. Вы понимаете, мы живем бильярдными шарами. И когда я говорю про интеллектуальное меньшинство, я говорю про людей, которые имеют эти две вещи. Первых, у одних шило. Важная составляющая. Значит, ищите его. Ну, если вам надо зачем-то. Можете, нет. Вот. Но если есть, есть шанс. Хотя, видите, не надо в интеллектуальное меньшинство стремиться. Там все с шилами. И все непросто, так сказать. Тоже другой уровень галиматьи. Вот. Даже в какую-нибудь профессорскую среду возьмите. Или там еще академическую. Я молчу. Значит, и второе, это вот это мета-сознание. Способность подниматься над собственным поведением и применять к себе механизмы, которые мы интуитивно не считаем свойственными нам. Мы думаем, что это может случаться с другими. Мы не думаем, что это не только случается с нами, а происходит с нами постоянно. Вот если эти две вещи мы с вами для себя, как бы сказать, осознаем, то у нас есть шанс оказаться в этой достаточно ограниченной группе, которую я называю интеллектуальным меньшинством. Знаете, зачем вообще нужно быть это? Какие плюсы? Плюсов мало. Я вам должен сказать. Вот. Потому что, ну, в целом, бездарная жизнь, она проще. Во-вторых, значит, у многих из которых какой-то талантливый, ну, то есть такое контеллектуальное мечтоство, сносит башню. Сносит башню на причину того, что вот вы все хотите что-нибудь великого сделать, правда? Просто свою жизнь не прожить просто так. Вот. Но в какой-то момент вы плюнете. Это неизбежно. Вот. Кто до 30 особенно чувствует, у них тестостерона пока много. К 30 оно там начнет это, и дальше уже так великое становится. И вот уровень тестостерона падает, и великое тоже, так сказать. А вот. Если вы относитесь к символическому мечту, можете снести башню. Вы можете забраться, получить какой-то эффект, и решить, что вы действительно что-то великое сотворите. И оно может быть даже по масштабам, как бы сказать, ну, в сравнении, будет чем-то крупным. Вот. Это все равно тлен. Все, все равно, да? Ничего от этого не останется. Что бы мы ни натворили. Но может, как бы, возникнуть в голове вот это. Я великий артист. Я великий поэт. Я великий цветик. От меня во всем приветик. Вот. Да. Значит, поэтому в целом, значит, есть там... Это не веселая такая жизнь. Единственное удовольствие, которое интеллектуальное мечество может себе позволить, и это является их привилегией, как бы, их особенностью. То, что у них сохраняется любопытство, и постоянно слышится, как двигаются шестеренки в мозгу. А он чешет мозг изнутри. Вот это вот. Шестеренки. Это на чертогах основное мероприятие, почувствовать, как чешется мозг изнутри. Вот. Как гудит мышление. Вот. И это единственное удовольствие, которое будет дополнительно. Проблема состоит в том, что других удовольствий нет. Ну, вам кажется, что есть, но это иллюзия. Потому что удовольствие – это когда есть дефицит. Удовольствие – это когда нет удовольствия. Улавливаете. Оно вот как бы… И вы только достали, и оно сразу умерло. Ну, да, вот вы сожрать что-нибудь вкусное. Это же с какой удовольствием. Да? Некоторые меня понимают. Вот. И раз – первая ложка. Вторая – и куда делать удовольствие? Ну, и не только такие удовольствия. Так тоже происходит. Ну, вот. Вот. Значит, короче говоря, да. Мы живем в мире, где у нас все меньше и меньше удовольствий, потому что меньше дефицитов. И почему вот… Прикольно быть интеллектуальным меньшим словом, что можно получать удовольствие просто от того, что у тебя происходит в башке, и что тебе потому что любопытно всем заниматься. Значит, мне говорят, ну, это какой-то снобизм. Ну, что такое? Интектомиченство, вот это все. Снобизм. Ну, я что на это имею сказать-то? Да. Значит, это дураки говорят. Потому что, если вы интеллектуальное меньшинство, вы в курсе, что вы не в курсе. Понимаете, если вы интеллектуальное меньшинство, вы понимаете, что то, что вы способны знать, понимать и так далее, и это навыки метапозиции, это капля в море. Что на самом деле все системы значительно сложнее. Они значительно объемнее, чем мы, в принципе, можем реконструировать и понять. Мы все равно видим какой-то очень узкий… как бы в щелку смотрим всегда. Вы понимаете, что реальность недоступна, мы имеем дело только с моделями. Значит, вот, если вы интеллектуальное меньшинство, у вас невероятное интеллектуальное смирение. Это Сократ сказал. Я же говорю, я знаю то, что ничего не знаю. Другие не знают этого. Да, и это высочайшая степень смирения. Потому что любопытство рождается только, когда вы понимаете, что вы не в курсе. Если вам сразу все ясно, все понятно, как вы можете испытывать любопытство? Если вы не испытываете любопытство, вы не получаете новых фактов. Если вы не получаете новых фактов, ваша модель реальности не становится сложнее. Если ваша модель реальности не становится сложнее, вы думаете фальсификатами. Вы думаете пшиками, вы думаете плоскими струнами. Это я пошутил про физику. И только ощущая незнание, вы можете увеличивать информированность. Поэтому Сократ не шутит. Он реально был самый умный человек. Он умер, не оставил ни одной писюки. Весь мир знает его. О нем два человека написал. Платон и Ксенофон толком написали в биографии. Этот переход от сознания собственного ума, который вы тренируете в себе, развиваете в себе, это сложная вещь. Учитесь видеть сложное. Учитесь собирать сложные интеллектуальные объекты. Учитесь видеть реальность объемнее, чем она есть. И после того, как вы видите ее лучше, чем видят вокруг вас другие люди, сказать самому себе, ты ничего не знаешь. Другие, правда, не знают даже этого, но в общем это не легче. И тут возникает дополнительное любопытство. Поэтому это дважды такая вещь сомнительное быть интеллектуальным меньшинством. И единственное удовольствие, единственный плюс – это то, что он чешет черепную коробку изнутри. И если вам это нужно, тогда мышление, так сказать, способно открыться. Если вы не научитесь испытывать удовольствие, и вы все много узнаете интересного, проведете много часов в общении и взаимодействии, но ничего с вами не случится. Случится только в том случае, если вы, обнаружив в себе шило, там у нас есть по этому поводу специальные занятия, если вы избавитесь от представлений и нарративов, если вы сможете применить на себя то, что кажется контринтуитивным, и согласитесь в том, что вы не знаете даже то, что кажется вам очевидным. Вот с этого момента крутящийся в голове шестеренки начинает приносить удовольствие. Вот, улавливайте, как вы делаете.